всем привет дорогие друзья надеюсь вы следите за нашими стримами обязательно подписывайтесь на наш телеграм если вы все еще не подписались на него мы там даем наши прогнозы мы стримим турниры на нашем канале обязательно жмите колокольчик все ссылочки будут комментарии закоплены и в нашем выпуске левкан лёва-лёва левкан задрот пуджа наверно один из самых сильнейших пуджей вообще в мире и делает очень интересный мув хочу заметить вард поставил он чуть выше чтобы видеть подход саппорта вот интересного здесь стоит он видимо просила мне к немножко подбайтить и сейчас будет крюкать а сам запрятался в деревьях интересный момент может может быть родный смысл вкачать на первом роли забрал кстати руну и не только руна и фирсблат идеально начало место пуджа сына место но хорошо я подумал что они возьмут два замедления дигана урона умники и нам поджарод они тоже бери были чаном потом линия стоит было бы менее комфортно тогда бы была вероятность что лишь бы тэпнулся скорее всего слушает у него уже 5000 матчей на пуджа 5600 на 5600 уже уже скоро буду настигнут рубеж 6 косарей скоро 6 тысяч матчей будет действительно это очень много линия против супер плотного тени к кому тут можно было тут на этой линии естественно денег она стоит игнорить и убивать лича потому что но денег под щитом это вообще не убиваемая хренатень видишь там лично он еще такого подблочил чтобы этот вышел в сторону умника парты чекотомника получил итоге удачные разменялись по логике вещей он должен сейчас он не должен пушить линию а пусть должен отводить этих крипов но по моему это делает поздно он бы отвел бы если бы не вот этот вот предательский крип прывы бежал милиш но умник согрел на себя этого крипа решила и пальчик кликнуть оба немножко подвигается но пока что стоят достаточно хорошо ли не очередной фук уже такой достаточно неожиданный фук и рот немножко поздновато в качалку весьма крип умер немножко не в тайминг не самим к ожидания от левкана но они вряд ли были че убили потому что синенька уже от к и если в ланч на он был просто рискал бы крайний случай пока что выбивают ресурсы из врагов и уклади под баклером они такие достаточно плотные если лучше обычным проседает по армору то теперь него есть кольцо лингов протекшн и плюс баклер потом не на этом ботинок уже подлетает мангус можно было в принципе скушать бы сразу слота собой я у него 2 2 мангуса прилетел в корее еще один что или и было два профты колчатая не столь важно стоит впереди него хип-поинт слова и чтобы не получал ловник тычек отличаем несколько яд теника он решил немножко потанчить классно не передавить этих моментах потому что все таки дамы же увлечаете не к слишком много мне кажется что он на этой линии постоит ухты опасный момент нужно уходить хотя чудо тени как-то странно страйфуется и бьет то одного то другого в итоге что двоих у бедности даблкил для теника лично в итоге все нормально сделать денег чуть-чуть переиграли сами себя так притяжками вид подастрал можно как-то хороший момент кстати астрал дайс ты палат будет если на кунке человек понимает как играть дот на кипал хорошо поэтому в некоторых случаях лучше конечно сперва хукнуть и потом просто бежать за ним но опять же лучше наверное было бы получить третий левел и же в миде в смоке подтырить экспу немножко ооо д потом попробовать хукнуть и уже со вторым уродом просто чейзить этого кунку если он будет уже типа вот ты крикаешь астрал а вот так вот потратил два контроля убить крайне сложно и порт никто не отменял вот тоже вот он сейчас становился в одной из своих излюбленных точек мы для точки его видно не было там еще можно запирать тут их спа халявные есть для пуджа плюс скрипчиков подфармит нормально по сути уже не за горами транквилы транквилы на пуджа кстати стали прям супер актуальные потому что кольцо лингов региона она стала стоить дешевле вроде 100 голды но для четверки это настолько важно порой ты не делаешь супер много килог на линии это садочка для тебя прям тебе трудно достается о хороший хук на большую достаточно дистанцию но опять же как как убить если тени просто присыпает лично жимает за медло но очень мало хп конечно у них осталось можно додавить но он прессингует эту линию это нормально я вообще считаю что линия с лечом это самая сильная линия в доте по моему скромному мнению потому что постоянно спамят первым скулом каждые 7 секунд щит и умирает ну это вот так конечно ошибаться нельзя стоило ли это балансируем того мне кажется что нет ты дал 250 голды своим тиммейтам и забрал при этом 250 голды тумарно на команду но паджику соло фраги отдавать вообще нельзя это такой герой который может стать полукором можно подстрелить в случае чего а своего тиммейта возможно он надеялся что он ник отойдет и он бы хукнул бытиника тогда может быть хотел он никой раз таки тебе притянусь он может так размениваться по хит-поинтам понимаю что лича супер далеко от листинник транквилл его 3 генет в любом случае ему прям крайне выгодно размениваться так левел 4 я думаю что есть смысл взять не пассиву не стал брать пассиву ну когда танк вела есть тебе этот хабарегент особо не нужен у тебя больше на 4 единицы меньше на 4 не не столь важно двадцатка идет танк вилл принципе в порядке какой-то супер неудачный щит отличать что-то лечь вообще не радует топ-260 он как-то играет как батяра напишите в чате сыграли бы лучше чем этот лично я ко мне кажется каждый из игроков на заплате отыграл получше но смотришь просто что он делает и ты чё мужик пак просто поселился здесь вообще что ты делаешь дает дай пацанам постоять на линии спокойно а в боте просто лондроид и он особо себя найти в боте не может он улетел сейчас на нижнюю линию должен быть по идее от омника до убивают и фраг пуджу как вкусненько туша активная катка получается очень активная при этом смотреть когда нет в к состоянии на линии постоянно что-то да происходит вы кстати под такую статью за это наверное пуджа и и любят смотреть потому что герой колесит постоянно по карте что-то пытается кого-то выцепить убить о хорошо как это было и опять же смотри он его запер чтобы теник не побежал вверх не хватит дэмэджа успевает улететь тени ну и принципе какая разница то что он отсутствует на линии это уже и есть хорошо так бы просто не получили бы очень больше золота но сейчас он не будет вообще full free фармить и денег будет вообще ничего не получать и тени конец значит кто придет на эту линию тот умрет кстати по поводу игры кто играет в этой катке достаточно именит игроки из команды гуляйте excalibur который топ-1 и мэйдж который топ-60 ущельбур на ландроиде интересная позиция вот это вот хочу обратить внимание всех зрителей на эту позицию посмотри он забирает героя он он рукает делает мув вперед и запирает между тремя ветками круто вот или на вот это прям я думаю для игроков на пудже прям новое местечко будет от их местечко найти можно огромное количество если при задумке если упороться да просто зайти в лобби провести в этом лобби весь день то можно много места находить тут каждый раз он стрейфуется в супер правильную сторону чтобы герой выходил ненужное для него направление это прям круто здесь пуджа скорее всего уже не добьют есть тасс на самом деле могли могли добить если бы кунка побежал бы дальше тени бы то снова леча это цинистер гейзом притянул были пуджа так вот пока тут активность вроде как утихомирилась ландроид это экскалибур топ-1 мэйт чтоб 60 это о.д. область ваннафлай на леончике и у врагов айсайсай нас на энигме мун на кунки и мэйбин их ставим на паке мы все игроки оставшиеся игроки в среднем топ-200 то есть рейтинг крайне высокий и путь играет не против флажков вообще на самом деле тут-то следит за просто наверное удивлены то что искали бурла пнулся топ-1 и это означает лишь то что лондру и сейчас очень силен и недавно смотрел воду добавлю не было голдентира уже голдентир а я даже посмотрю сколько он игр сыграл лон и ч очень много героев казалось сейчас слишком мало хп на его поцелу упоминает и пилом рожку все по таймингам нам удачная драка почта много получается есть обществе не сожрал бы леча при этом подошел бы к него это он был умер бы из-за той дрингер от кунки урона бы хватило по поводу экскалибур а у него 8 игр подряд на ландроиде и только одно поражение нам этого герой сейчас очень силен до этого пикал периодически в андроиды кстати всегда на нем побеждал вот смотрю две игры на ландроиде победные потом дровка луз потом снова ты игры на ландроиде ми полус генрейт него примерно 90 процентов на этом герой сейчас неплохо лев левач что-то завтыкал алёй джи стриме периодически может быть знаешь отвлекся на потому что он сумму какую-то космическую за донат или за то что новое местечко показал вау на из места какой самый большой донат ты лицезрел вот ознакомливал сам очень но там не тебе а не мне да а единоразовым или единой разом да я даже так и не вспомню слушай наверно это было где-то 1050 вот это по моему есть не ошибаюсь донат был папича да кстати слушай про папич это уже все и забыли коробки не раз ты слышал что-то папича давно уже ничего не слышал новостом в своей системе живет мне мой знакомый недавно рассказывал то что смотрел значит нарезка стрима папича снова года и он дота удалил типа на стриме зашел на фарионе на фарионе по видел ингрид вы этого хотели и удалил бы попросили тела поиграть но вообще как 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 личность не так даже как личность может быть он и не самый хороший человек а вот как контент-мейкер он прям топовый на самом-то деле мне он так периодически заходил периодически не заходила за что порой был слишком токсичным но просто суть такого контента не было не было на твиче но просто просто уникальная такого на своеобразного тут нет разговора хороший плохой тут времена речь о контенте очень много людей забавлялись хороших пока пока наверху оказался ли он должен встречать хорошо периодически звучит хороший клуб пока пока казалось можно запасть он тебя не видит особенно но крик замакшен на пудже четверки это естественно более чем необходимо а лич немножко с рефероса он кстати видел пуджа бар на пригорке стоит поэтому она остановилась от кока ну неплохой было получили он и засосал прям круто получилось этот кунку выкрепнул по 1 дамы же удали стоило кстати нужно просто убегать хороший стан патрон патрым от леона то мне кажется ландроид мог сюда телепортироваться и параллельно еще тапать мишку к себе думал что патчика выкинет и не кстати немножко не суду то играют у теника написано в неке 4 слэш 5 это означает то что игрок играет на четверки и пятерки по профилю он тоже играет только на четверки на пятерки и вот сразу чувствуется что он мало фармит него 60 клипов на при этом много участвует в килограмм 313 привыкли игру до четверки играя до обычно гима плей четверки он мог уже иметь яшу 500 на 700 на творца больше игре которой у него есть но что не забывать что у врагов есть вишенках на торте в виде айсайсайса на энигме эта игра можно легко камбэк на за счет хорошего бокала плачу подставляется крайне не войну стрелы не из житвы на умнике другую сторону надо печально получилось трое слабенькое тимой туда я думал что он должен классно к сильнее у тимой тадик плывал два кунка в шаду блейдя инвиз обычно неуязвимость . паку остается гений на паке хорошо все сделал посадочек наверно любой игрок который сыграл определенное количество мочи на паке может это делать пауза от пока за то что выжил не знаю единичку еще в чатик закинул для чего-то непонятно может быть что-то у них вражда какая-то кто его знает войны в паблике как редко вообще сейчас встречаются пусть жизни память и помнишь раньше вообще раньше декает хук там чуть ли не у каждого и героя был но пудже но наверное стоил подешевле ну да да предел дешевле конечно же он вообще там его за 5 может его покупать то сейчас смотришь чуть ли не во всех игроках это хук был мы уже по традиции кстати обсуждаем дека хук и смотрим его стоимость но это по-прежнему остается самой офигенной шмоткой в доте 50 мнению царей там офигенный ну по моему мнению да это вообще это ссс по-твоему месу твои через делали очень красиво очень прям подходит этому герою ну вот красивее хукан у него нет для меня это пробуджа я вообще есть мне кажется интереснее шмотки знаешь самоцветами как я уже давно-навно рассказывал у хаус на это есть лошадь с киндическим самоцветом и от этой лошади как бы дух исходит двоится прям очень очень интересно смотрится есть прям супер интересные шмотки в доте которых возможно ты просто и даже и не знаешь да редко встречаются на я такую шмотку видел у какого-то китайского игрока на house найти китайцы они всегда славились большим количеством баблоидов на своих хаки чах да у них еще на самом деле очень много всяких приколюх выходит у китайцев по типу там купи там какую-то шмотку получи промо-код и ты получишь эксклюзивную вещь в доте вот у на в европе такого нету а у китайцев такое очень часто проскакивает у них там прям много эксклюзивных шмоток которые по промо кодам даются ты тоже смотрел ролик про кока-колу ну ну там там речь была кока-коле ну одного человечка не знаю не смотрел кита китай кока-кола крышки и промо коды посмотрел этот ролик тебя наверно опомнились в комментариях просто раньше тоже было я помню еще когда во времена дк хука тоже было при заказе официальных футболок дотерских ты давался промо код с помощью которого ты получал шмотку эксклюзивную такое было но это было однажды и очень давно и там был куда топор короче на акса какой-то лук на дровку там был и эти шмотки потом они стоили просто невероятно дорого там топор вообще на акса стоил 1018 тоже очень дорогие вещи были если этот лук которым я думаю он помню тридцатку стоит возможно на сейчас я не знаю сколько эти вещи стоит кстати хороший кук количок мы все время оверхайп или вот эти руки вау типа на исхуд сейчас мы уже смотрим заливка нам и понимаем что это привычное для него хуки он может делать так каждую игру ну конечно бывает доля невезения когда враги немножко не туда отходят и мав даже кухне придется тратить урона хватает а зачем ману засейвил этот путь конечно он исполняет прям вот кстати пор веншилд крайне хреновая шмотка на на пудже и можно потаскать ну что от магии как герой это в принципе защищен потому что у тебя резист 30 процентов хуто надо покупаешь а помоясь положить себя в инвентарь на киричи не хочешь вот на пуча можно помоясь на пуджаках звучит а ливанул крови ножки по таланту берет себе рот потому что таланта на экспириенс к сожалению теперь нет но зато дни нет спора поводу того какой талант брать не не угадал чуть-чуть левее был пак ну там еще хрен угадаешь примерно знаешь его расположение там уже как пойдет ты пальца он не ты боится просто уходит не ясно звучит прикольно 6 ланты кайфовые и для корпуса на десятом левеле прям офигенно с резами брать плюс 5 бронет и вообще такую супер плотно становишься думаешь берут броню мне кажется да почему нет призы плюс бронят я вообще физой фиг ну опять же зависит отраженного против там пларки армана зарешать но опять же если два вражеские героя действительно бьют тебя физой творче сверху купить себе solar который на пуджах некоторых играх реально заходит купить себе blade mail какой-то сверху тебя вообще не пробить будет вопроса идей вперед и тебя вообще никто трогать не хочет искалибур играя через районс в этой игре почему-то курьера изрезали пуджах в котором линза металл рецепт на линзу центральную башню сил тьмы атакует не затянулся бы вот до этого здесь это вижу что ли стоит получается пока видел не нет лучше кукалова но он сухой граунда пристает наверное поэтому там просто базовый vision был пока может быть да хватало раньше для vision попытка догнать пока под пытается уйти немножко не туда но было чуть правее кукать да он же он прошел прямо давным-давно там без шансов когда путь кукал пак уже был за километра если честно я уже делал телепорт побить шансов не было вообще на боте нажимается black hole вода еще и про газ от кунки сверху воды был убит эту часы пуджа теперь за это поймают скорее всего вар там уже стоит есть сеточка краски которая помогает можно было сейчас грызануть кунху слегка надеялся то что на последний момент вот дай себя запрячет воссталом попытается вас астрала хукнуть это засеять но нет надежды не оправдались да я слишком быстро умер ну там сами с ним весел ну что что игра как-то остановилась и не сказать что пассивный геймплей прям сильно в плюс команде радио все-таки и нигма рано или поздно купить себе бкбшка будет давать блэхо есть конечно опция у пуджа блинкануться за спину или просто выхукать и потом укусить ты собьешь блэков ну это же так так сложно тоже это все происходит не в миллисекунду и него все равно носит чисто ворона кучу линия пушат постоянно чё и на рошана собрались тем да вырубили кунку 40 секунд есть чтобы рошана убить после к и огоним себя вода приобрел а так часто делают но опять же там миксует еще каю линзу чтобы засрались будешь 2 страла теперь на огонь ими ты настаешь постоянно заряда чтобы сульты потом еще сильнее клацнуть вот и линза и ты прям вообще всех спасаешь всех прячешь но ты файт заходишь ты уже изначально можешь предать двух вражеских героев и убивать 3 во всей толпой что гоним плюс линза на вода это сильно но преимущество к это же ты можешь заградить каю в област он получится у тебя огромное количество монопула ауда еще ульта носит урону от разницы в мане вот стончик честно вода это хорошая тема чтобы силовиков просто шотность забавно конечно пак сейчас блинканулся вывоку как хорошо он сейчас сошел в астрал и потрачен еще не курьерами не светят я вот не понимаю можно было светить поембурж пока до сих пор там стоит и если бы хватило бы было бы чуть больше сноровки тоже просвятили бы этого пока и может быть даже убили бы нижнюю башню просто пачки ски поэтому очень плевать свободно себя чувствует он фласка еще купил на вражеской базе стоит регениться он кстати не знает о мленчика видеть стопе ленчика убивают с ббк от леона и вы проводите бит пока всем плевать на этого пока главное с курьерами не на видеть он пачки просто срезает красивая ренджа с линзой ультимейта пуджа мне всегда это нравилось просто такой чё за против пужа играли с линзой у тебя кусает такой что в километре от тебя стоит а дать ему еще шмотка называется забыл во первых телескоп на плюс 100 с копейками дальность способностей плюс 125 аурой в деревья где-нибудь стал культуешь героев но тут правда дамажит слабо до 2 2 способности весь дэмэдж проходит обычно конкретно сама ульта конечно дамажит слабо то сила тьмы укрепили свои сооружения попытка угадать нигма не подставилась нормально все через медведя пушат нормально уминает в медведя бафает перед постоянно да под пульсом кэш хп улетает просто моментально чими на и пульс это наверно один из самых сильных слов дольше он стакается и по двумя пульсами там просто каким бы плотным героя не был он за четыре секунды просто умирает верхнюю башню сил тьмы атакуют прикольно то что сам с агонимом чё накладывается у этом в неприятной ситуации оказывается от дэна нормально худшего подсейвал еще одна башня падает ну пульс конечно мешает при заходе очень сильно сложновато конечно заходить вот по аналогии также сложно заходить против андерлорда тоже у него такие обилки это первая способность андерлорда примерно очень похоже своему действию с пульсом связаешь постоянно пачки и становится сложно 1800 на руках для даггера остается совсем немного ну вообще против энигмы на самом деле лично я бы при приоритет поставил блин даггер все-таки очень важная спл против уточни артефакт против энигмы потому что выбрать позицию очень сложно чтобы сбить был холл моментально есть без даггера даггерам конечно это попроще делать нижнюю башню сил света более нигма скорее всего уже с бкбшкой посмотреть не они от бкбшки еще нет вообще шикарно находит теника успел выкинуть гречку но это его не спасет здесь он здесь один кстати интересно посмотреть что там в медведе лежит рейдин с кираса плюс башер уже есть деньги на башер она пока что оставит деньги для ббк или он купил уже где курьер не его не столь важно очередная попытка убить пока кстати пак ошибается вроде бы опять уходит как же у них не пригорает с этого пака 2100 голды но что попытка будет заходить бараки пока что еще стоят ни одной стороны не снесли первого брака упал сейчас нужно быть аккуратным было пола у них мы имеется кстати и деньги на бренд тегер тоже имеется в жопу же где нигма нигма видно вот он был пол вот пол пуш бывает он хорошую позицию изначально выбрал сейчас левкан там очень удачно стал получилось так что как только был пол далее на пути пока не будет преград и это заслуга оппозиционки опять же хорошая позиция удалось им сломать вторую сторону блин да я уже летит но с этим нет а это минус факт джи джи ну по идее уже должны заканчивать последняя сторона стоит я не знаю почему они тянут туда где-то находится снизу он бьет хотя зачем бэкдора нет а могли бы пойти сломать уже третью сторону в итоге медведю приходится просто мид ломать до вода только-только подходит слушай на блэк холод теперь нету 95 секунд как они будут дефать если честно особо не понятно разве что только ошибутся сейчас каким-то образом же и нигма резается хороший кстати чайник плюс пульс отлично лежит все прямо находились на этих кнопках у меня на это скорее всего убьют и не живет трон уже падает и бейте трон ладно двух героев убили им придется теперь уходить и они так и не смогли допушить там буквально чуть-чуть осталось трону и придется ждать до активного здесь пока что ничего происходить всего не будет все это время по-любому буду ждать когда тиммейты вернуться в игру можно промотать этот момент до 32 34 давайте посмотрим на то что здесь происходило был кунта которая отпушивал медлайн и в итоге по реалу его здесь подцепили не ожидал видимо что враги будут как-то пытаться драться учитывая что у них тиммейт находится в таверне но недооценил бывает такое на теперь в итоге 70 секунд и ильича и кунки нету а здесь уже медведь готовы доламывать базу врагам все это легг целом у нас дропнулся прочтим спик минус один комментатор но в принципе не столь важно потому что игра уже целом заканчивается просто осталось пару ударов дать трон и хватает с эти с линзой за ультись в энигму это будет килл для лёвы просто доламывая сейчас трон какая вот интересная игра у нас получилась на лиркане пишите ваши комментарии обязательно всем спасибо за просмотр и всем пока а